Это называется метапрограмма «Убедитель». И убедители могут быть построены по-разному у разных людей. Очень часто это связано с возрастными штуками. Ну там типа взрослеешь, и убедитель меняется. Но не обязательно. Первый убедитель называется интенсивность. А вот эта штука, она уже интересна с точки зрения переговоров, продаж, изменений убеждений. Интенсивность и имеется в виду кинестетическая система или там эмоция. Ну вспомните, стопудово был период в прошлом, когда были такие штуки типа «Хочу!». И сейчас даже бывает, но может быть чуть реже. Вот одного сигнала достаточно для того, чтобы «Хочу!». Все, беру. Ну вот ты захотел себе купить чего-нибудь. Мобильный телефон какой-нибудь. Хотел себе купить мобильный телефон. Все, в кармане есть деньги. Идешь в магазин какой-нибудь, который первый попадается на пути. Заходишь, видишь и покупаешь. Вот так работает этот убедитель. О, вот он. А потом видишь в соседнем магазине, что такой же телефон стоил чуть-чуть дешевле. И говоришь себе «Да пофиг, блин, что я себе каждый день покупаю». Все, захотел, купил, деньги были. И такой уговариваешь себя, чтобы не жалеть. А потом постепенно как бы мозг начинает обучаться такой истории, что вот не всегда вот это вот сходу на эмоции правильно принятое решение. Тем более мы с вами понимаем, что существуют когнитивные искажения, которые как раз и возникают вследствие того, что решение принимается на эмоции. И мы как-то постепенно с этим боремся, приучаем себя. Так, погоди. Вот, хорошо. Здесь мобильный телефон. А там еще какой-то продавец такой всячески пытается использовать вот эти стратегии, которые Роберт Чалдини описывал. Правила взаимного обязательства. Потратит на вас кучу времени. Объяснит, расскажет, чтобы вам уже было неохота от него. Как бы чувствуешь себя виноватым. И вещь, которая тебе нужна. И такой говоришь «Я сейчас вот прям буквально через пяток минут вернусь». И идешь в другой магазин. Все равно смотришь «А, тут дешевле». Или там по той же цене конфигурация лучше. Все. Нафиг тебя. И приучаешься постепенно к убедителю, который называется количество раз. То есть, вот этого человека для того, чтобы убедить, нужно попасть в его критерии. Самые главные. И все. Вспоминаем, да? Помните? Иерархия критериев. Фокус языка. И мы делали такое упражнение. Что самое главное при покупке телефона для тебя? А что является менее важным? А что еще менее важным? Квартиру. Так вот, человеку с убедителем количества раз нужно закрыть несколько критериев. Можно сказать, смотрите. И район, да? Подходящий. И этаж подходящий. И квартира новая. Ну, там, не знаю, я что-то такое уже начинаю припоминать. Попали в три критерия. Не обязательно, что в три самых главных. В главный, конечно, нужно попасть. Это понятно. Он говорит, ну и хотелось бы, чтобы там чего-нибудь, детская площадка какая-нибудь была. И это четвертый критерий. И мы про главный говорим, смотрите, район, этаж и детская площадка тоже есть. Тоже сработает. У него количество раз. Им нужно некоторое количество аргументов. Чего не власть? Ну, главное все равно надо закрывать. Ну, это не Москва, правда, а Нижний Новгород. Ну, вряд ли он скажет. Не, в Москве, но где сейчас, не хочу никого оскорбить, короче, на всякий случай. Ну, вот там вот. Не, мне на самом деле, у меня нет такой идеи, что там какие-то там районы, если живешь в Москве, и там где-то есть неподалеку метро, все, пофиг. Если есть неподалеку завод какой-нибудь, ну, вот это, наверное, не очень хорошо, вот так, ну, от которого там как-то все это коптит. Если в Москве нет. Да, поэтому без разницы. Но кому-то же важно, видите, как мы договорились с вами, потому что этот критерий, ну, типа, а кому-то важно. Кому-то прям вот дай мне в пределах Садового Кольца, я лучше снимать там буду за 150 тысяч в месяц. Все, вот у него это важный критерий. Причем, мне кажется, что подойдет ему чего угодно там. И это скорее всего. И это скорее всего интенсивно. Но я пока не готов сказать. А он какого возраста знаком? Ну, то есть, ну, все-таки это единственный критерий, который ему нужен. А, оказалось, да. Да, и то есть, они купили, не, они тогда в кредит, в ипотеку, правильно? Почему? По фигнитору, все, крыша. Да пофиг, говорит, все, главное вот здесь. Главное, все там, 6-7 окон и садовым кольцом. И угловая квартира. А, все-таки, блин, несколько. И угловая квартира. Или он был готов все-таки на что угодно ради садового кольцом? Садовая квартира. Это главное, да? Ну, вообще, крыша угловую, холодную. А, это все минусы, да, 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 я понял. Да, 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 квартира все равно холодная. Но зато... Да, да. Это, на мой взгляд, хороший пример, вот как раз убедительно, интенсивно. Здесь с количеством раз, блин, все-таки подождите, ну, чего спешить, не надо. Ну, если уж там, давайте еще поищем. Вот это вот будет история, давайте еще поищем, выбор-то есть. А тут такое ощущение, что нет выбора. Все, вот оно попало по эмоции. Когда рассказывали, кто-то из студентов рассказывал, что, а, говорит, я понял. Говорит, вот есть салон автомобильный одного бренда. А, был. И, говорит, там вот эти вот все молодые продавцы с убедителем интенсивности. И если они не видят эмоцию восторга у человека, который заходит и смотрит на автомобиль, они так неохотно подходят и даже скорее не подходят. То есть в их внутренней карте, вот это лично, это не тот человек, который собирается купить. С их точки зрения, покупают тот, который, офигеть, блин, кайф, можно посидеть? Да, конечно, поехали, сейчас тест-драйс сделаю. Все, беру. О, вот это покупатель. А этот что, пришел, посмотрел, ушел. То есть вот для них фраза «мне надо подумать» интерпретируется как «до свидания». А это не обязательно, потому что человек с убедителем количество раз, для него надо подумать, это собрать еще информацию, собрать еще критерии. Есть еще более сложный убедитель, который называется «время». Мне когда-то в голову пришла прикольная идея про эти убедители разные. Есть разные пословицы и поговорки. Вот здесь куй железо пока горячо, тут семь раз отмерь, один раз отрежь, а здесь утро вечера мудренее. Нет, это про приоритеты. А утро вечера мудренее, это означает, ты собрал информацию, и тебе надо переспать с этой информацией. На следующий день проснуться и понять, как ты, до сих пор ли ты так относишься к этому. Потому как здесь опыт, жизнь показывают, что иногда тебе подсвечивают какие-то важные критерии для тебя, а на другие ты не обратил внимания. Поэтому не надо спешить. Если я с этим своим новым убеждением завтра не захочу расстаться, но убеждение о том, что надо у вас это покупать, например, тогда куплю. И вот эти люди говорят, мне надо подумать, хорошо, окей, давайте я вам перезвоню завтра. Если это говорит человек с убедителем интенсивность, то это означает до свидания. А если с этим или с этим, то ему действительно не хватает информации. Вот этому можно сходу дать еще. То есть можно задать такой аккуратный вопрос и сказать, скажите, может, есть еще какие-то у вас просто вопросы, на которые я не ответил. Ну так, на всякий случай. Может быть, такой вопрос, да, а есть ли такое место, в котором дешевле то, что вы предлагаете? Я точно на него не могу ответить. Да, что вы хотите еще услышать? Да, что вы хотите еще услышать? Давайте. Может быть, там какие-то, может, я что-то не до конца объяснил. Ну, я с радостью, прям, это не должно вас ни к чему обязывать. А где-то на переговорах по этой вот фразе, кого-то прям иногда, что вы хотите еще услышать? Ну, не давайте не так. Я бы все-таки спросил, может, какие-то остались вопросы еще? Ну, наверное, не знаю. А у этого человека, например, нет никаких вопросов. Но ему надо завтра остаться с этой же позиции. Он может и до завтрашнего дня еще собирать как-то информацию. Продолжение следует...